Расчет на прочность конструкции. Для начала расчета прежде всего требуется четко определить задачи для исследования. Предположим, что на данную сварную конструкцию действует груз в 400 килограммов, то есть сверху действует сила в 4000 ньютон, которая равномерно воздействует на все верхние 4 балки. Выдержит ли куб все 400 килограммов? Если выдержит, то каким образом? Как куб будет установлен? Будем считать, что куб будет жестко закреплен во всех нижних четырех точках, то есть будет жестко неподвижен относительно линейных направлений и поворотных. Для того, чтобы начать расчет на прочность, нужно подключить специальный дополнительный пакет в программе SolidWorks. Чтобы это сделать, нужно нажать либо же на панели инструментов, во вкладку добавления SolidWorks и выбрать SolidWorks Simulation, либо же нажать по вкладке настройки и выбрать вкладку добавления и выбрать SolidWorks Simulation. Также в данной области можно настроить, чтобы запуск был постоянным, и в последней вкладке можно увидеть, какое будет приблизительно время на запуск этого пакета при открытии SolidWorks. Нажимаем ОК. И можно увидеть, что добавилась вкладка Simulation. Для начала работы нажимаем на новое исследование, и сразу же можно увидеть, что SolidWorks предлагает задать необходимое имя для исследования в данной области и выбрать тип исследования. В данном случае выберем тип исследования на статистический анализ для расчета на прочности, и также при необходимости можно использовать двухмерную задачу и считать задачу на одной плоскости, если поставить метку в данной области. В верхней левой части экрана можно увидеть стандартное дерево построений сварной конструкции и в нижней части специальный менеджер для расчета. Данная последовательность приблизительно соответствует порядку расчетов, и здесь можно увидеть так называемый предпроцессинг и увидеть все элементы, с которыми будет проведено исследование, то есть подготовка геометрии, импортирование, ее распознавание, ориентация в пространстве и так далее. Далее идут все внешние и внутренние ограничения, то есть их наложения. Это соединительные группы, соединения, крепления, внешние нагрузки, создание сетки и параметры результатов. Далее наложим заранее предопределенные свойства для всех профилей сварной конструкции, то есть зададим необходимый материал. Для этого в дереве построений нажимаем правой кнопкой мыши на материал, и выбираем «Редактировать материал». И здесь появляется список, то есть библиотека стандартная, в которой можно выбрать любой необходимый материал. Выберем вкладку «Сталь» и «Простая углеродистая сталь». Здесь можно увидеть все свойства данного материала. Нажимаем на «Применить» и «Закрыть». Также можно увидеть неприметное изменение цвета материала. Таким образом накладывается материал для всей сварной конструкции или же для каких-то конкретных элементов. Итак, наложим ограничения на конструкцию и начнем с крепления. Будем считать, что все четыре нижние шарнира конструкции будут полностью неподвижны, но с допустимым некоторым углом поворота относительно вертикальных балок. Нажимаем правой кнопкой мыши на крепление. Выбираем опцию «Фиксированная геометрия». Далее определяем и включаем функцию «Фиксированная геометрия» и выбираем тип «Фиксированной геометрии» «Шарниры» и выделяем четыре нижние шарнира конструкции. Нажимаем «Ок» и «Крепления зафиксированы». После этого наложим «Внешние нагрузки», нажимаем правой кнопкой мыши на «Внешние нагрузки» и выбираем силы тяжести или «Гравитация». Сила тяжести, как можно удостовериться по умолчанию, настроена по минус «У», что является правильным, и можно нажимать «Ок». Далее наложим нагрузку на конструкцию. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши на «Внешние нагрузки» и выбираем «Сила». Итак, по расчету можно считать, что на конструкцию воздействует сила, которая будет идти сверху и давить на конструкцию тяжестью 400 килограммов или же 4000 ньютон. Итак, далее. В левой части панели опции выбираем. Назначение. Элементов, на которых будет действовать нагрузка, как балочные элементы. Соответственно, выделяем все верхние четыре балки. Далее для данной области фиксируем плоскость, от которой будет отсчитываться направление. Это плоскость сверху. И выбираем перпендикулярное направление нагрузки. Итак, как видно, стрелки показывают вверх, что является неправильным. Соответственно, нажимаем «Реверс». И сейчас можно увидеть, что нагрузка задана в верном направлении. Далее зададим значение «Силы тяжести», то есть нагрузки, что будет 4000 ньютон. Итак, нагрузка приложена. Можно нажимать «Ок». После этого создадим сетку для сварной конструкции. Для этого на менеджере нажимаем правой кнопкой мыши на сетку. Выбираем «Создать сетку». И здесь предполагается выбрать плотность сетки. То есть, либо в менее грубой, либо в более грубой сетке. Оставим по умолчанию. И нажимаем «Ок». Начинается построение сетки. И после того, как все необходимые ограничения были наложены, можно запустить исследование. Нажимаем на запуск. И производится расчет. Таким образом можно увидеть все результаты расчета. Как можно увидеть в данной области, напряжение наиболее большое, а это можно увидеть по цвету и по шкале напряжения. То есть, там, где цвет соответствует ближе к синему, это означает, что данные области конструкции подвергаются наименьшим напряжениям. Также при необходимости можно изобразить анимацию напряжения. Для этого нужно нажать правой кнопкой мыши на смещение, выбрать анимацию. И таким образом можно увеличить анимацию, как производится напряжение всех элементов. Также можно замедлить анимацию смещением данной опции или же ускорить. При необходимости можно также предопределить смещение, можно изменить систему единиц отображения, допустим, из миллиметров в метры. Также можно изменить отображение, параметры отображения или же смещение по направлениям, например, по оси Х, У или З, реакции силы, вращение по направлениям и так далее.